Крайне исконная конструкция, скажем так, крайне почвенная, то есть ни в коем случае не адаптируемая к нашему, к русскоязычному восприятию. Очень здорово, и буквально, если дословно переводить, то никак это не получается, потому что, ну, мы не можем сказать, что кто-то прогрызает что-то через пиццу, прогрызает дорогу, да, это не наш путь говорения, мы можем сказать, уплетает пиццу. Крайне исконная конструкция и английским языком заимствована мной у замечательного ютубера вот это английский, знаменитый канал, занимающийся образовательным контентом по английскому языку, и я увидел там два ролика, посвященных вот первой серии этого мультфильма, и решил, в общем-то говоря, эту идею себе подтянуть. Почему я позволяю себе? Потому что, во-первых, мне не очень верится, что в интерпретации вот это английский черепашки продвинутся слишком далеко, поскольку это, скорее всего, тестовый вариант и своего рода развлечение, поскольку много чего кроме есть на этом канале. А для меня это был бы дебют. И, с другой стороны, весьма интересно в любом случае даже иметь две интерпретации, так или иначе, поскольку я английским языком не занимался профессионально, но развил его у себя до достаточно такого высоко приемлемого уровня, скажем так, значительно выше среднего, по крайней мере, в той среде, в которой вращаюсь и вращался я. А именно большую часть фильмов с 2016 года по сей день я смотрю на оригинальном, на английском языке и пользуюсь максимумом, соответственно, субтитрами. Поэтому, но об этом будет, возможно, потом повод и случай рассказать. А сейчас мы попробуем поаудировать «Черепашек-ниндзя» сезон первый, эпизод второй. Не беру первую серию, чтобы не наступать на пятки, беру сразу вторую. По мере надобности мы можем возвращаться к каким-то сюжетным моментам, связанным с первой частью, хотя я уверен, что мультфильм этот знают все и смотрят, если кто этот видос, то только те, кто уже так или иначе знаком с мультфильмом. Итак, поехали. Сезон первый, эпизод второй. «A Better Mousetrap» — лучшая мышеловка. Остановимся. Очень интересный пассаж. Во-первых, он начался очень здорово. Сейчас, секунду. Попробуем заново. «It may not look like much». «It may not look like much». Крайне исконная конструкция, скажем так, крайне почвенная, то есть ни в коем случае не адаптируемая к нашему, к русскоязычному восприятию. «It may not look like much». «Это может не выглядеть как многое». Да, что имеется в виду? Несмотря на то, что кажется пустяк. Несмотря на внешность. Внешность обманчиво. Не верьте глазам своим. Любыми другими какими-то художественными вариантами может быть переведен этот отрывок. Но на английском это будет сказано. «It may not look like much». Имеется в виду, в данном контексте, здесь вот этот очень маленький робот только что прогрыз стену. И мы посмотрим, что будет дальше в этой фразе. «But this tin toy can chomp his way through...» «But this tin toy...» «But this tin toy...» «Tin...» «Кто в Dota 2 играет, возможно, знает, что там существует персонаж Tiny, да? Маленький. Как бы крошка. При том, что он изначально действительно маленький. А это слово у нас обозначает что-то небольшое. Тин, тини, тини, тини-тайни говорят. Они прям так и говорят. Тини-тайни. То есть если им надо... Мы говорим маленький-прималенький, а они говорят тини-тайни. То есть когда ты... Бывают моменты, очень часто в фильмах присутствует, допустим, какая-то такая ложная скромность, когда человек, который вообще хотел бы получить, допустим, кусок пиццы, да? Но не хочет показывать этого. Он говорит «I would get a teeny-tiny slice of pizza». Там он маленький-прималенький. Ну, на самом деле, имеется в виду, что ему нужен очень большой. И какой-то такой очень веселый момент даже был в сериале «Друзья». Возможно, когда-нибудь в дальнейшем мы сможем заняться и им тоже, потому что там тоже много интересного. И вот в данном случае «Tin Toy» — маленькая игрушка. «But this tin toy can chop...» Сейчас мы вернемся, чтобы восстановить контекст. «It may not look like much, but this tin toy can chop his way through steel and concrete...» «Can chop his way through steel and concrete...» Еще раз послушаем. «It may not look like much, but this tin toy can chop his way through steel and concrete...» «Like Michelangelo through a pizza...» «Can chop his way through steel and concrete...» «Through» — это «через...» «Through» — вот этот «throw», который у нас вызывает дикие какие-то горловые спазмы при изучении английского, при начальном. Вот эти слова «thought», «thought», «throw» и «throughout». В данном случае «throw» — это «через...» «Can chop his way through...» «Может прогрызть буквально...» «Champ his way...» Или там было «its way», возможно, потому что игрушка... «His» — это было бы к одушевленному предмету. Здесь, скорее всего, было «its way through steel and concrete...» «Через сталь...» «Steel...» «and concrete...» «Бетон...» «Steel and concrete...» «Через сталь и бетон...» «Can chop his way...» «Or...» «Чамп its way through steel and concrete...» «Like Michelangelo through a pizza...» «Да, очень здесь очень смешной момент этот, получается такой...» «Забавный...» «То есть...» «Остроумно он говорит, значит...» «Оно может прогрызть свою...» «Себе путь через бетон и сталь...» «Так...» «Как...» «Микеланджело...» «Грызет пиццу...» «Через пиццу...» «То есть если дословно...» «Like Michelangelo through a pizza...» «Like...» «Как...» «В данном случае...» «Микеланджело...» «Как Michelangelo through a pizza...» «Да, снова...» «Through a pizza...» «Like Michelangelo through a pizza...» «Вот так вот это будет звучать на английском языке...» «Очень здорово...» «И буквально если дословно переводить...» «То никак это не получается...» «Потому что...» «Ну, мы не можем сказать...» «Что кто-то прогрызает что-то через пиццу...» «Прогрызает дорогу...» «Да, это не наш путь говорения...» «Мы можем сказать...» «Уплетает пиццу...» «И...» «Скорее всего...» «В адаптированном под русскоязычный вариант...» «Я не помню честно...» «Как было...» «В переводе...» «Который был официальный...» «У этого мультфильма...» «Там, скорее всего, было...» «Что она жрет...» «Стали бетон...» «Как Michelangelo...» «Уплетает пиццу...» «И что-то вроде того...» «Понимаете, да?» «Насколько будет разница...» «И...» «Мы пытаемся начать на английском думать...» «И вот эта самая ситуация...» «Она очень способствует нам...» «И, конечно, аудирование бесконечно двигает...» «Отношение к английскому языку...» «Понимание английского языка...» «Восприятие английского языка...» «Итак...» «Мы разобрались вот с первой нашей фразочкой...» «И я думаю, что сегодня мы минуток пять-шесть, наверное...» «В лучшем случае успеем...» «Остальные будут в дальнейших роликах...» «Но мне крайне интересно вот этим заниматься...» «Потому что, во-первых, мне самому очень...» «Здесь много нового для меня...» «Напомню, что это мультфильм, хоть и, да...» «Но он подростковый...» «И здесь уже многие вещи рассказываются...» «Вернее, используются такие, которые...» «Скажем так, не на прям школьном-школьном уровне...» «Итак, поехали дальше!» «Вот это очень мощная фраза...» «Опять же, просто здесь вот...» «Берешь фразы, что не выражение, то надо прям записывать...» «Чёрт!» «А банч оф здесь маусер роботс...» «Смотрите, вот здесь вот можно...» «Сильно оступиться во время прослушивания...» «Потому что маусер...» «Мауса...» «Маусер...» «Он говорит...» «Нет такого слова, по-моему, вообще...» «В английском языке есть маус...» «А в данном случае маусер...» «То есть...» «Это то, что...» «Как раз я точно помню хорошо с детства...» «Никак не смогли адаптировать к русскому языку...» «И эти роботы назывались мышезеры, по-моему...» «Их называли так...» «Мышезеры...» «Маусер...» «То есть мышер...» «Буквально дословно...» «То есть роботы, направленные на мышей...» «Да...» «Мышер...» «Маусер...» «А банч оф здесь маусер роботс...» «А банч...» «Кучка...» «А банч оф...» «Тоже это очень частая конструкция, которая постоянно употребляется носителями английского языка, когда говорится о сборище чего-то, о толпе...» «Ну, не толпе...» «О каком-то...» «О какой-то группировке чего-либо...» «Причем как одушевленных предметов, так и, допустим...» «Банч оф китс...» «Кучка детей...» «Да...» «В данном случае...» «А банч оф здесь маусер роботс...» «Кучка этих...» «Мышероботов...» «Давайте так будем их называть в данном случае...» «Сов fit to trash our old layer» «Еще...» «А банч оф здесь маусер роботсов fit to trash our old layer» «Вот это крепко...» «So fit to trash...» «So fit to trash our old layer» «Смотрите, что получается...» «Лэйер...» «Во-первых, тут слово «лэйер...» «Лэйер...» «Это...» «А...» «Буквально...» «Логово» «Our old layer» «Наша старая логово» «Лэйер...» 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 «А во-вторых, здесь, конечно, вот это...» «So fit to trash...» «So fit to trash...» «Вообще...» «to see fit...» «Ну, so...» «Это вторая форма...» «Потому что «si» — неправильный глагол...» «В прошедшем времени будет so...» «Си» — это... «Видеть...» «So...» «Увидел...» «So fit...» «Fit — это, значит, помещенный, подходящий, вписывающийся, да...» «Говорят, что костюм...» «It fits you...» «То есть он сидит на тебе, да...» «А...» «Что-то...» «Что-то...» «Входит, допустим, вот идеально в пространство, допустим, не знаю...» «Видеральная машинка вот в определенное...» «В определенный промежуток комнаты хорошо встает там между, не знаю...» «Холодильником и столом...» «It fits...» «It fits...» «Да...» «То есть оно встает сюда...» «Оно подходит...» «Да...» «И поэтому...» «See...» «To see fit...» «Увидеть...» «Подходящим...» «Вроде бы как, да...» «Очень сложно понять на русском языке, что здесь имеется в виду...» «To see fit...» «Это...» «Такая устойчивая, как бы, идиома...» «С честь нужным...» «В общем-то, можно ее переводить...» «И получается...» «So fit to trash...» «Ну, слово trash, я думаю, объяснять не надо, да...» «В данном случае его хорошо слышно...» «Поэтому получается, что эти самые...» «Пачка...» «Кучка этих роботов...» «So fit to trash...» «Our old layer...» «Увидели...» «Подходящим к мусору...» «Сочли нужным...» «Вместе с мусором...» «Да...» «Короче, иными словами...» «Избавились...» «Да...» «То есть здесь он употребил...» «Ну...» «Наверное, самую сложную конструкцию...» «Которую в этом случае можно употребить...» «А...» «Потому что...» «Он...» «Хочу сказать...» «Бэйсикли...» «А...» «Проще говоря...» «Он здесь говорит...» «Они сломали наше жилье...» «Они его уничтожили...» «Да...» «So fit to trash...» «То есть настолько...» «Они пренебрегли ими...» «И этими черепахами...» «И их жильем...» «Что они сочли нужным его в мусор вообще превратить...» «Да...» «Или сочли нужным его вообще выбросить...» «Как бы ни звучало для нас криво...» «Да...» «Что можно выбросить жилище...» «So fit to trash...» «Our old layer...» «Сочли нужным...» «Разобраться вот таким образом...» «Да...» «С нашим...» «Старым...» «Логовом...» «Пойдемте дальше...» «And nearly turned our sensei into a robo-chao...» «Здесь более-менее удобно...» «Нирли...» «Это практически...» «Почти...» «Были близки к тому, чтобы...» «Нирли...» «Есть слово near...» «То есть рядом...» «Нир...» «А есть...» «Нирли...» «То есть наречие...» «Которое...» «Означает...» «Быть близким к тому, чтобы...» «Да...» «Нирли...» «Почти...» 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 «Почти...». «Вот так вот берем...» «Нирли...», «Что там?» «Забыл...» «And nearly turned our sensei..» «Turned — это...» «Превратить, в данном случае...» «Терн edit...» «turned into...» «Терн into...» « Shiny. «Терн уксал jijerao...» Вот это, наверное, единственное слово во всём этом мультфильме на данный момент, которое я не знаю, как буквально перевести, что такое робо-чао, может быть это какое-то блюдо, я искал переводы, честно, там какая-то абсолютно гикнутая ерунда вылезает, какой-то персонаж, какой-то непонятный то ли компьютерной игры, то ли какой-то вселенной компьютерных игр, каких-то таких нинтендо-подобных, короче, лучше даже не разбираться, здесь нужно просто понять контекст, этим пользоваться действительно не придётся, вот это вот робо-чао, это для детей здесь использовано явно, то есть мультфильм есть мультфильм, и поэтому вот это вот into a робо-чао, я даже проверил, как вот именно эти секунды звучат в переводе, и там сказано, что они чуть не съели учителя на закуску, да, то есть совсем адаптированно, да, но вот у нас nearly turned our sensei into a робо-чао, можно было добавить что-нибудь ещё, не знаю, типа into a roast beef, не знаю, и превратили его практически в roast beef, было бы здорово, да, но вот в данном случае так, поэтому пока поедем дальше. Сильная фраза, тоже надо её переводить, давайте. I look at these incredible machines, ну понятно, I look, я смотрю, at these incredible machines, на эти incredible, incredible, шикарные, прекрасные, невероятные, даже вот так, знаете, был фильм с Тимом Ротом, и с Нортоном, incredible Hulk, невероятный Hulk, да, невероятные, I look at these incredible machines, на эти невероятные, я смотрю на эти невероятные машины, вот это сложно воспринять на слух, давайте вернёмся ещё и попробуем. And a techno geek in me can't help thinking, он здесь говорит довольно быстро, и можно не разграничить для себя слова. And a techno geek in me can't help thinking, да, здесь нужно услышать can't help thinking, потом отделить всё остальное. Получается, and a techno geek in me, techno geek in me, и техно geek, буквально, да, слово geek, наверное, переводить не нужно, но понятно, что человек, который вот, по-русски говоря, задрот в этом, да, techno geek, имеется в виду в технике, да, вы слышите, что голос закадровый, хотя не слышите, потому что это первый ролик про этот мультик, но это говорит Донателло, и поэтому понятно, что по контексту мультфильма Донателло у нас большой умник, он техник, и вот он как раз тот самый techno geek, он себя имеет право так назвать, и он говорит techno geek in me, и техно geek во мне can't help thinking, вот это типично английская фраза, которую нельзя перевести буквально на русский, can't help, вроде как, не могу помочь, или не может помочь, да, can't help что-то там, да, была замечательная песня в своё время у Элвиса Пресли, I can't help falling in love with you, да, если буквально can't help falling in love, не могу помочь, falling in love тоже, это своя их конструкция, иначе говоря, влюбляться, да, не могу помочь влюбляться в тебя с тобой, да, ну что за бред, да, а если знать перевод, то получается, это опять же идиома, can't help doing something, это наоборот, не мочь удержаться от этого, да, и тогда Элвис Пресли говорит, I can't help falling in love with you, не могу удержаться от того, чтобы не полюбить тебя, да, а здесь Донателло говорит, can't help thinking, and a technogic in me, technogic во мне, can't help thinking, не может удержаться от мыслей, thinking, да, to think, думать, thinking, думание, не может удержаться от думания, да, я перевожу более-менее, сейчас уже так адаптировано, от мысли, не может удержаться от мысли и awesome, великолепно, здорово, круто, это такое более, слово чаще употребимое в неформальном контексте, awesome, давайте порасслушаем целиком этот кусочек и снова оценим его, так скажем, в динамике, все понятно теперь стало, двигаемся дальше, потому что сейчас продолжится монолог в связи с тем, что мы только что перевели, вот, завершилось, да, и он сказал следующее, давайте еще раз прослушаем, уже я буду останавливать, но, but the ninja in me, но ниндзя во мне, can't help thinking, опять же, не может удержаться от мыслей, вернее, или, скажем, думает, да, невольно думает, payback, в данном случае он говорит о месте, то есть payback, как бы, pay, заплатить, back, назад, да, в общем, расплата, расплачивайте, то есть это как бы в повелительном наклонении, payback, либо же это как отдельное существительное в данном случае тоже может быть, потому что я здесь честно не могу понять, но это никак не ломает восприятие и контекст, может быть, он имеет в виду payback, как бы, если переводить месть, прям вот одним словом, ну, как бы, сдача, да, ну, то есть он не использует слово типичное, что важно, он не использует типичное забитое слово revenge, даже не говорит avenge, он говорит payback, да, очень здорово, редко слышу я, чтобы вот именно в таком контексте оно употреблялось, в этом смысле мультфильм прям здоровский, вернее, фрагмент этот очень здоровский, и так, он сказал То есть получилась большая конструкция, да, с сложное предложение, да, причем с придаточными, так скажем, подобными, по принципу подобия, пытаюсь объяснять какими-то фразами, которые давно позабыл уже из курса базового русского языка. Да, и на этом, получается, заканчивается вот этот открывающий момент, давайте я включу его еще раз целиком, чтобы вы могли его посмотреть полностью, уже без моих вмешательств. Да, и на этом, получается, как много, но этот тинтой может подчеркнуть его через стиль и concrete, как Микеланджело через пицца. А bunch of these Mouser robots saw fit to trash our old lair and nearly turned our sensei into robo-chow. I look at these incredible machines, and the techno-geek in me can't help thinking awesome, but the ninja in me can't help thinking what's the matter, Mikey, can't decide what to watch? Довольно простые конструкции в данном случае, давайте еще раз переслушаем. What's the matter, Mikey? What's the matter, ну, школьная совершенно вещь. В чем дело? Что случилось, Mikey? Can't decide what to watch? Can't decide what to watch. Здесь очень интересно, как он задает вопрос. Это вот прям тоже типично англоязычный вариант задания такого вопроса. «Не можешь решить, что посмотреть?» То есть у нас есть вот это самое «не можешь», «не может», «не могут», да? У них этого всего нет, у них есть просто «can't». Причем, кстати, в английском это будет, в американском будет «can't». А англичанин скажет «can't decide what to watch» вот таким вот образом. Британский акцент – это совершенно ужасная вещь. Если в голове очень много американских стандартов произношения, то англичан можно реально только с субтитрами понимать. И очень много шуток построено, опять же, в фильмах вокруг вот этой ситуации с тем, как англичан не понимают граждане их собственной бывшей колонии, говорящие вроде как на том же самом языке, да? Вот, и вот в данном случае, да, будет «can't». И вот «can't decide what to watch» – «не можешь решить, что посмотреть». «Can't decide, decide decision» – «решение», «decide» – «решить what to watch», «что посмотреть» буквально дословно. То есть это очень просто. Дальше пока. «I need more power, captain». Ну, тоже легко. «I need more power». Мне нужно больше... «Power» – это вроде как сила, да? В данном случае энергия имеется в виду, да? Потому что... Ну, из контекста понятно, он тянется к шнуру электронному. И вообще «power» часто употребляется в значении вот электроэнергии. Кнопочка всегда на наших любых электронных девайсах, на мониторах, на телевизорах, называется «power on». «I need more power, captain». Мне нужно больше энергии, капитан. «The turtle cave must be set for maximum entertainment potential». «A turtle cave must be set for maximum entertainment potential». «Potential». Вот, тоже хорошая конструкция. Смотрите, «a turtle cave». «Turtle cave». «Turtle» – черепаха. «Cave». «Cave». «A caveman» – возможно, вполне знакомая вещь, то есть, да? «Пещерный человек». «Cave» – пещера. «Черепашья» – пещера. «A turtle cave must be set». Давайте еще раз послушаем. Я, во-первых, сам уже забыл, вылетело. «Captain, the turtle cave must be set for maximum entertainment potential». «Must be set for». Смотрите, что получается. «Set» – это крайне многозначительное слово, практически как слово «get». и оно в данном случае означает быть снабженным. «Set». Вот вы заказываете суши, да, большую там порцию, да, из разных кусочков. Как бы она называется «set», потому что эти вещи укомплектованы, да, комплект, да, они собраны. «Set», понимаете? То есть, это глагол, направленный на созидание какое-то, на собирание. «Must be set for». «Must be set for». И вот в данном случае «must be set» – это вот тот самый пассивный залог. То есть, говорится о «turtle cave», да, то есть, о «turtle cave», о черепашьей пещере, которая должна быть снабжена, да, то есть, её нужно снабдить, то есть, она ничего делать не будет, но она должна быть снабжена. И в данном случае слово «set» здесь идёт вот в этой третьей форме. Хотя они у него одинаковые, поэтому звучит точно так же. Это не столько обязательно понимать, но важно, что сама конструкция вот такова. Мы не скажем так. Мы не скажем «должна быть снабжена». Мы скажем «черепашьей пещере требуется максимальный энергетический потенциал». «A turtle cave must be set for maximum», забыл, «entertainment», по-моему, да, «potential» там. «More power, captain! The turtle cave must be set for maximum entertainment potential!» Да, «entertainment potential». «Entertain» – это развлекать, это... «Entertainment», соответственно, это какое-то развлечение. И вот он... Ну, понятно, здесь показывается характер Майки. Смотрите, как замечательно, да? В одной минуте мультфильма нам обрисовали характер Донателло, да? Он обозначил сам себя как «techno geek», да? Нам тут же обозначается Микеланджело, потому что он в этой компании самый весельчак, да? Самый вот такой вот, буквально по-русски говоря, какое-нибудь простое слово для этого. Не весельчака, вот, ну, не лентяй, но, в общем, человек, который любит именно поразвлечься, вот, поотлынивать от каких-то важных вещей, и вот такой вот он весь забавный, да. И вот он говорит «entertainment potential», развлекательный потенциал, да? В жизни не скажешь, так, на русском языке. Итак, a turtle cave must be set for a max... Set for, да? Снабжена с... Снабжена с... Максимальным entertainment потенциалом, да? For, вот этот вот здесь предлог, он тоже... Никак не обычен для русского языка. Set... Не set with, а set for, да? Снабжена развлекательным потенциалом. Must be set for a maximum entertainment potential. Итак, ребята, я тут смотрю на тайминги, понимаю, что в начале этого ролика я много разговаривал, потому что установка была, потому что это дебютный видос в данном плейлисте, и поэтому, конечно, затянулось, но так или иначе нужно заканчивать. Следующие видосы я об этом постараюсь сделать покороче, но здесь уже 31 минута, поэтому сейчас мы посмотрим, что произойдет после того, как Майки втыкает этот кабель. Еще раз переслушаем вот все, что было здесь сказано, и будем закругляться. Давайте вот отсюда. I need more power, Captain! The Turtle Cave must be set for maximum entertainment potential! Да, снабдил, как видим, максимальным развлекательным потенциалом. Очень забавный момент произошел. Итак, это была первая дебютная моя попытка сделать ролик по аудированию, по слушанию английского языка на примере черепашек-ниндзя. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось, ставьте оценки, пишите комментарии, какие-то пожелания по поводу манеры. Вполне возможно, объяснять следует немножечко менее, с меньшим энтузиазмом, потому что действительно 32 минуты у меня ушло на то, чтобы рассказать вам 1 минуту 22 секунды мультика, даже с той поправкой на момент установочности в начале этого видеоролика. Поэтому полностью открыт для любых пожеланий. Благодарю всех за просмотр. Приходите еще и до новых скорых встреч на моем канале. До свидания.